всем привет и приятных выходных добро пожаловать в мою оранжерею уже месяц прошел как я снимала свой обзор по растениям ну с каждым днем все меняется тем более солнце уже начинает греть и день уже прибавился намного и растение конечно это очень хорошо уже замечаю вот об этом сегодня и поговорим я то есть покажу вам свои растения какие у них изменения проходят кто у меня цвет набирает топочки выпускает в общем вот такие всякие цветочные дела на моем балконе как скажем появилась глициния она у меня конечно давно я ее заказывала через интернет еще наверно ну наверное уже с этим годом три года назад я ее она у меня на зимовке было в гараже я ее полностью все обрезала и вот она буквально знаете неделю наверно вот после этой зимовки посмотрите как быстро дала листву я конечно ждала от нее цветочных почек но она у меня опять погнала листву никак не могу добиться конечно ее цветение потому что в квартирных условиях на нее постоянно нападал клещ и вот эти листья были такие нехорошие я их убирала и делаю вот так вот в круговую в общем-то и шло но сейчас после зимовки я думаю может быть все таки она весной что-то заложен почки цветочные не знаю даже вообще она у меня конечно переедет сейчас потеплее будет я ее выставлю вообще на веранду а на лето я ее на улицу выставлю но у нас конечно не позволяет климат чтобы она росла у нас она у нас расти не будет на улице потому что у нас все-таки морозы у нас существует и замерзнет тем более мы здесь как бы не на всю жизнь остаемся и потом выкапывать ее то есть вот пока нам не в горшочке ну вот мой опять абутилон конечно разросся опять нереальных размеров если кто следит за моими видео кто знает как я его обрезала очень сильно и вот после обрезки посмотрите опять у меня вырос и у него вот сейчас его если обрезать мне жалко потому что у него вообще все в цветах у него прям закладывается бутоны везде он начинает цвести уже то есть он только начинает а летом конечно и к весне будет обильное цветение имея его и честно говоря жалко но там опора стоит такая низенькая конечно нужно поменять опору и как-то него закрепить но практически он стоит ну чуть-чуть наверное она поддерживает он самостоятельно в общем то стоит ли я просто ветки тут его же собственное где-то заветку зацепила его собрала кучкой убрала его от окна потому что он перекрывал уже освещение другим растениям в общем сделала небольшую перестановку ну у меня абутилон стоял у окна я их поменяла местами замякулькасом оставила туда замякулькас конечно кое-как его туда передвинули потому что он тоже весь раскидистый тоже сейчас потеплее будет он переедет и вообще у меня многие цветы переедут на веранду на летнюю прям не дождусь уже и здесь совсем недавно я ездила цветочный магазин садовый центр и там увидела цикас я в сообществе выставляла фотографию так вот я прям удивилась там в принципе у него листья максимум вот такие наверное как у меня и средние их немного там листьев то ну шишка чуть побольше я не сказала что намного больше и стоит он конечно видели до 16000 я просто подумала сколько же мы это будет стоить у меня листья по метр сорок один такой еще такие смотрите никакие жирные такие просто его в общем прет здесь видимо прожектор на него повлиял потому что солнце то еще как бы такового и не было еще вся постала попадать но я думаю по весне он меня порадует может быть еще ярус вести и вот я кстати его если заметили перевернула я его так-то поворачивала но все равно он наклонился у меня вот в ту сторону ну как бы в эту сторону я просто поменяла тянулся к свету больше и завалился немножко но я думаю что со временем он их выправить это вот тоже родственник цикаса за мне кто помнит тоже я и в таком плачевном состоянии то купила ну вот она у меня цвела но у меня еще ни одной веточки она не выпустила но я кстати заметила что она вот эти вот места вот вот эти вот ее прям вот эти утолщила ну ну думаю по весне она меня порадует конечно ну примере у меня я такую мягкую зимовку то устроила она у меня лысая простояла в общем то и сейчас вот с появлением солнышка вот видите у нее прям листья такие полезли хорошие такие зеленые я ее каждый день стараюсь опрыскивать клеща пока не замечаю хотя я припаслась уже препаратами хорошими как только я что-то замечу я сразу буду обрабатывать но может конечно сейчас у нее больше зелени будет я ее даже если клеща не увижу я ее все равно обработаю для профилактики потому что этот препарат он как сказать не то что как фитовер ну ты его обработал он подействовал сколько то и все а этот препарат длительного действия то есть он как бы попадает в клеточки листья растения и там находится до несколько месяцев даже так шифле рама ты у меня радуется тоже весне выпустила листик и там смотрю что скоро выпустит еще один листик то есть сегодня пасмурно а если вот ясный день то в это время конечно и солнышко попадает сюда очень хорошо красавица моя вот видите какие листья у нее красивые и моя девочка папайя наконец-то у нее посмотрите у нее начали вот здесь пробиваться почки прям я думаю что боковые вот пойдут и она будет пушистая еще может быть это и цветочная не знаю ну вот что-то она решила у меня порадовать верхушка у нее как бы так себе замерла а вот здесь вот почечки полезли вот здесь прям вообще хорошая почка видно вот почка вот ну в общем где листья были смотрю что там пробиваются зеленые почки ну вот стефанотис он конечно тоже за зиму за эту отдохну я ему обстригала побеги вот хотя вот эти побеги тоже нужно обрезать но я думаю что он тоже у меня сейчас летний период к весне зацветет мандарин у меня почувствовал весну у него прям появились новые побеги везде вот прям везде тоже выставлю его на веранду там больше света конечно и солнца больше будет она полностью стеклянная большая и очень нравится место свое расположение которое фикус меня занимает его просто прет у меня листья такие прямые крупненькие такие красивые без всяких повреждений вот нету кончиков плохих очень прекрасном состоянии вот моя китайская роза гибискус как очень сильно распушился вообще просто сейчас думаю тоже он нарастить себе побеги и будет закладывать бутоны он у меня в принципе цвел хорошо но я его вообще обрезала очень сильно очень ну вот появился наконец-то и директор оранжереи потому что слышит что тут снимается фильм и тоже захотел поучаствовать это моя вилка большая с прививками которые видите вот у нее одна прививка у нее прям листья отличается видите как хорошо и я вам хочу показать место прививки смотрите очень срослось все хорошо видите как это вот одна прививка я думаю сейчас тоже она тоже у меня поедет на веранду 2 самый светлый угол солнечный чтобы зацвела и сейчас я вам еще вторую прививку тоже покажу вторая прививка видите вместо среду вместо прививки вот так стянулась что я не могу даже понять где она сама даже не вижу в общем теперь я жду когда нам нет и конечно же у меня там же еще есть сорта будем или я конечно еще хочу в разных местах еще другие сорта привить чтобы она мне прям такая пестрая была красивая тем более у нее смотрите сформированные какой этот красивый идет стволик голый я специально она кстати очень много мне там дала почек всяких такая поросль пошла зеленая я это все конечно и убрала я хочу чтобы она была голенькая здесь а здесь вот именно такая вот зелененькая масса была и антуриума конечно мои красавцы тут стоят они тоже чувствуют весну уже на них попадает солнышко когда мы есть вот цветочки уже полезли новые листья также выпускают в общем чувствует себя отлично но спать и филу это кстати вот два маленьких с 1 1 горшочек и вот так вот он хорошо у меня прям вырос и цветет и вот мой большой спортивным у него посмотрите сколько цветов то полезла здесь цветочек здесь распустился вот здесь цветок скоро распустится то есть у него он погнал цветы и листья новые прям вообще такой кустик красивый здесь вот у меня на окне ну бугенвилье у меня видите уже все у них на концах вот этих веток я специально такие вырастила захотелось чтобы они свисали вот так вот бутоны то есть вот здесь розовая махровая у меня зацветает а здесь меня такая персиковая бугенвилья тоже нацветает здесь трахила сперму у меня тоже бутончики закладывают вот я прям вижу как бы рост пошел я ему здесь тоже хорошо очень так обстригла потому что он у меня такие плети большие на выдавал в общем я их обрезала и вот здесь вот смотрю у него он такой распушился хорошенький общий а это вот моя план сеть я красотка это у меня из последних новиночек ну красиво очень радует глаз и про свою полку и правда я недавно снимала видео как я их поливала обрезала я конечно вот после того видео еще и еще раз их обрезала то есть вот эти стоят у меня вообще они были такие же длинненькие все обрезала всех не хочу чтобы они вытягивались пусть они толстенькие лучше будут а зацветить успеют они снова еще маленькие не зацветут и у меня постоянно комментариях пишут продаю ли я одежки что у меня это много нет я их не продаю я их для себя выращиваю просто в будущем то у меня планы ого-го какие так что хочу чтобы было много жопастиков я знаю уже как и куда поставлю и здесь кстати я тогда укоренял и черенок вот видите полезли листочки здесь тоже моим они подрастают кофейные деревца мои тоже кстати кофе поправился прям хорошо смотрю стала расти листья хорошие стали как у меня тогда проблемка была сейчас вроде это проблемы нет но не знаю как в будущем что а вот кстати гуанабама вот я тогда видео у меня есть как я ее сажала это станет она у меня всю зиму за всю зиму вообще не выросла ни на сколько вот сейчас приходом уже все равно же весна до чувствуют уже растения стали просыпаться вот сейчас только увидела что листочек вот новый появился а так вот как в одной паре простояла но я ее так дозировано поливала просто вижу что она вроде листья не скидывает но она на отдых у меня уходил а сейчас вот я смотрю у нее рост начинается моя красоточка дуранта вот видите какой кустик разросся с одного черенка я ее ну тут вот прищипнула конечно то есть весной думаю она порадует меня своим цветением красивым окно в ванной комнате здесь у меня диплодения стоят на окне диплодения она тоже начала опускать побеги и я смотрю что она там уже сразу на них закладывает бутоны длинные побеги их просто не видно и здесь у меня находится азалии потому что здесь такое прохладное в общем-то место азалия у меня тоже здесь бутоны залог заложила вот один кустик ну как-то ну зима конечно зима конечно сказывается на растениях они как бы такие как в полу спячки какой-то находится там позже конечно сниму отдельное видео по моим новинкам которые я сажала семенами растения там 100 у меня она кстати зашла вся до единой семечки очень рада конечно такая маленькая маленькая стоит но я уже ее открываю на них до солнышка то есть она подрастает стоит она у меня под фитолампой они все у меня стоят пету я тоже взошла на там семена староватые конечно были я уже посадила но они не все меня взошли но которые взошли они тоже растут и что я сажала африканское пельпановое дерево ну конечно там еще пока ничего тишина и индийскую лагер стремию посадила сирене диска она тоже еще не взошла про это я сниму отдельное видео потом по своим когда они будут у меня уже проклюнутся или не проклюнутся в общем ждите будет скоро видео потому что там некоторых надо уже пикировать в отдельные стаканчики у них уже по два листика то есть вот так вот весна чувствуется все растут все хорошо увидимся в следующем видео